Тема предлагаемого сообщения В литературе описано несколько вариантов их применения в качестве культивируемого вируса для штаммов с высокой литической активностью, в качестве компонента опухолевого лизата, аутологичных или аллогенных опухолевых клеток, инфицированных вирусом, гамма-облученных для блокирования пролиферации. В первом случае основным механизмом считается литический, во втором и в третьем иммуностимулирующий, то есть по сути вакцинсерапевтический. По-видимому, эти механизмы тесно связаны, так как мишени для вирусов есть как на опухолях, так и на иммунокомпетентных клетках. С учетом того, что вирусы являются чужеродными агентами, против которых работает иммунная система организма, в настоящее время разрабатываются различные стратегии повышения эффективности онкалитической вирутерапии, среди которых, во-первых, улучшение доставки онкалитических вирусов в опухоль, для чего используются химические оболочки, клетки носителей, инфицированные этими вирусами и конструирование химерных вирусов. Второе. Повышение специфичности вирусов в опухоли. Несмотря на то, что у опухолевых клеток есть природные механизмы, их чувствительности к вирусам, такие как дефектность системы интерферона, предлагаются искусственные методы, в частности для усиления проникновения вирусов в опухолевые клетки, используют пептиды, химерные поверхностные белки и антитела, задействуют механизмы транспекционной и транспекционной специфичности, использование опухолеспецифических промоутеров, делец и вирусных генов и введение сайтов связывания микро-РНК. Следующие, обозначенные здесь две позиции, пожалуй, можно объединить как использование свойств микроокружения, которое создается в опухоли и которое обычно рассматривается как негативное, в частности гипоксии, разрушение внеклеточного матрикса, усиление проницаемости сосудов. Эти условия, которые, с одной стороны, пособствуют распространению опухоли, с другой вызывают усиление репликации вируса при пониженной концентрации кислорода, а также его внутриопухолевое распространение, а также облегчают образование синцитетов. Природные штаммы онкалитических вирусов, такие как реалвирус, вирус кори, вирус болезни Ньюкасла, содержат на своей поверхности гемоглютинины, которые способствуют повышению тропизма этих вирусов, а белок F, то есть фьюжн, обуславливает влияние инфицированной клетки с соседними, что способствует распространению вирусов по ткани опухоли. Гены, кодирующие данные белки, используют в качестве трансгенов при конструировании модифицированных аденовирусов и других вирусов, получая новые эффективные штаммы. Важными представляются обозначенные здесь аспекты, касающиеся иммунной системы. С одной стороны, чтобы уберечь вирус от действия иммунной системы, разработаны подходы, включающие противовирусную иммуносупрессию, например, использование некоторых цитостатиков для подавления ответа на вирусы. Но при этом необходима и стимуляция противоопухолевого иммунного ответа, для чего предлагается, например, вооружение вируса трансгенами, стимулирующими иммунитет. Конструированы армированные штаммы герпес-вируса, содержащие гены провоспалительных цитокинов интерлекина-4 и 12. Однако, несмотря на показанный в эксперименте эффект, такой подход имеет опасность развития цитокинового шторма. Иммуномодулирующее действие может опосредоваться через индукцию иммуногенной клеточной гибели с развитием иммунного ответа на антигены опухолевых клеток, образующиеся при лизисе. Введение вакцины на основе онкалитического вируса предположительно позволит таргетировать опухолевые клетки для их распознавания ицитолиза Т-лимфоцитами организма опухоленосителя с включением всех звеньев противоопухолевого иммунного ответа. Несмотря на новые технические возможности конструирования вирусов, со свойствами, позволяющими их успешное применение при злокачественных опухолях, не утратил значение и поиск, и исследование природных вирусов с онкалитической активностью. Царство Вира огромное и разнообразно, а насколько мы мало о нем знаем, свидетельствует современная ситуация с новым коронавирусом, который наделал столько бед и проблем во всем мире. В данной работе нами в опытах Invitro и InViva исследована противоопухолевая активность таких новых природных вирусов, а именно не патогенных для человека, и стабильных при многократных пассажах представителей семейства Рео-Вереда. Два исследованные нами штамма ротовирусов 228 и 100 были обнаружены и выделены в Ростовском институте микробиологии и паразитологии в ходе работы по адаптации ротовирусов человека группы А к росту на перевиваемых культурах клеток при отборе штаммов для приготовления вакцины против ротовирусного гастроэнтерита детей. Штаммы получили рабочее название ротовируса группы К или РВК, так как не относились ни к одной из известных групп ротовирусов человека. При электронной микроскопии они имели типичный для ротовирусов вид, однако в отличие от всех известных групп они нечувствительны к трепсину, а их электрофоритический профиль, их РНК, отличается как от ротовирусов других групп, так и от рио-вирусов, к которым он был несколько ближе, хотя и также не идентичен. Их РНК было выявлено у детей больных инфекционными гастроэнтеритами, клинически сходными с ротовирусами. Эти штаммы были адаптированы к росту на перевиваемой культуре СПЭП, атенуированы, многократно фасированы и в настоящее время являются непатогенными. Нами в опытах инвитро при действии ротовирусов группы К на рост клеточной культуры глиомы U87MG установлены их проапатогенные действия, сопровождающиеся развитием морфологических и функциональных изменений в клетках. Здесь представлена картинка с проточника, иллюстрирующая, что после трехсуточного культивирования ротовируса штамма 100 в довольно высокой концентрации, то есть 10 восьмой степени частиц, количество живых клеток культуры глиомы, которые покрашены синим, уменьшалось в 2,3 раза по сравнению с контролем, составляя 33 против 76% соответственно. При этом доля клеток, находящихся в стадии позднего апоптоза, покрашенных разом, превышала показатели контрольной пробы в 3,7 раза, 46 против 12%, а в состоянии раннего апоптоза почти в 2 раза, 20 и 11% соответственно. Такое действие носило дозозависимый характер и проявлялось максимально при наибольшей концентрации вирусных частиц 10 восьмой, причем преимущественно у штамма сотого, который вызывал двукратно более интенсивную гибель клеток глиомы данной линии по сравнению с 228 штаммом. При цитологическом исследовании отмечалось изменение характера роста монослоя, класса образования, а также морфологические изменения в клетках глиомы. Так, в контрольных пробах визуализировали густо расположенные крупные клеточные кластеры вариабельного размера от 73 до 180 микрон, сферической и бобовидной формы, с четкими округлыми краями, которые соединялись между собой тонкими отростками в количестве от 2 до 10 на кластер. После воздействия штамма 228-го клетки глиомы значительно уменьшались в размерах, их вариабельность составляла от 57 до 145 микрон. Наблюдали клеточные скопления сферической и овальной полигональной формы, отмечали разрастание отростков и образование густых сетей. При действии штамма сотого наблюдалась рыхлость и гранулярность клеточных кластеров, размер которых варьировал от 53 до 124 микрон. Отростки клеток выглядели менее плотными, с распадающимися сетями и гранулами в них, а макроскопически отмечено более слабое прикрепление клеток к культуральному пластику, которые буквально сползали с него. Хотя статистически достоверных различий величины кластеров в зависимости от действия штамма и не получено вследствие высокой вариабельности, обращает на себя внимание, что сокультивирование с ними, особенно с сотым штаммом, вызывает тенденцию к уменьшению этого показателя. А учитывая, что кластерообразование является характеристикой опухолевых стволовых клеток, можно предположить их чувствительность к данным штаммам РВК. Наряду с повышением апоптозы такие изменения говорят о повреждающем действии предлагаемых штаммов на культуры глиомы. В инвиво было поставлено три эксперимента. Первым из них изучали влияние штаммов ротовирусов на продолжительность жизни мышей опухоленосителей с меланомой B16F10. Было использовано не только два штамма, но и два их состояния – нативное, живое и инактивированное ультрафиолетом, то есть убитое, а также два режима – вакцинация, введение до перевивки опухоли и лечение, то есть введение после перевивки и образования опухолевого узла. Из девяти групп одна была контрольной, а среди восьми опытных групп, получавших ротовирусы, в шести было выявлено статистически достоверное повышение продолжительности жизни мышей в полтора, один и девять раз по сравнению с контролем. Если при применении режима вакцинации оба штамма вызвали статистически значимое повышение продолжительности жизни мышей опухоленосителей по сравнению с контролем, то при введении их в режиме лечения результат, полученный по штамму 228, оказался статистически недостоверен. Сопоставление опытных групп между собой и с контролем по показателю общей выживаемости продемонстрировало преимущество лечения вакцинации над режимом лечения и в ряде случаев штамма сотова над штаммом 228. Однако, что было самым удивительным, инактивированный штамм показал преимущество над живым. Последнее позволяет предположить превалирование иммуностимулирующего действия над прямым онкалитичным. Во втором эксперименте, надеясь получить потенцирующий эффект, мы применили чередование введения живых и инактивированных штаммов ротовирусов в режиме вакцинации. Животные получали по 8 инъекций до перевивки опухоли. Однако, опухоли образовались у всех мышей и латентный период от момента перевивки до визуальной и пальпаторно регистрируемой опухоли у мышей опытных и контрольных групп не различался и составлял 5 дней. Тем не менее, было отмечено, что мыши-опухоленосители опытных групп не только дольше живут, но и погибают при значительно больших по сравнению с контролем объемов опухолей, при этом долго сохраняя активность, подвижность, аппетит и прочие поведенческие реакции в общем здоровых мышей, тогда как в контроле при меньших объемах опухоли у животных наблюдались признаки интоксикации. Результаты морфологического исследования опухолей после введения ротовирусов выявили фрагментацию и сокращение площади опухолевой ткани, обширные очаги некрозы, лейкоцитарные интеграции, небольшие поля опухолевых клеток местами с признаками дистрофических изменений и цитопатического действия. В ряде срезов отмечены мелкие дистрофически измененные клетки опухоли, мелкие петрификаты, очаговые кровоизлияния. В меланоме контрольных мышей наблюдалась типичная структура злокачественной мелкоцитарной опухоли с плотным расположением клеток в ряде срезов со спонтанными некрозами и отложениями меланина. Третий эксперимент был поставлен на бестимусных мышах опухоленосителях, которым перевивали человеческую опухоль культивируемую эпидермоидную карциному А431 для оценки противоопухолевого действия при минимизации клада в него иммунной системы, в частности Т-клеточного звена. Мы полагали, что если в таком эксперименте будет наблюдаться эффект введения вирусов, то именно за счет прямого онколитического действия. Животные получали вирусы в режиме лечения. Наблюдалось торможение опухолевого роста, лучше выраженное у штамма сотова. Процент торможения составил 58% и в меньшей степени у 228% процент торможения около 40%. Масса опухолей, взвешенных при эвтаназии животных, также была минимальна у мушей, получавших сотый штамм. О чем говорит и макроскопическая картина препаратов опухолей, которая наглядно демонстрирует уменьшение их размеров под влиянием введения вирусов. В микроскопических препаратах контрольных животных видны пласты плоскоклеточной низкодифференцированной карциномы без роговения с очагами некроза и воспаления. В опухолях мышей при введении им живых вирусов отмечены дистрофические изменения в опухоли, ее фрагментация, воспаление, местами выраженное очаги некроза, уменьшение пластов опухолевых клеток, местами инфильтрация мононуклеара. Обе стимусных мышей при их эвтаназии брали кровь, в которой изучали состав лимфоцитов методом проточной цитометрии с использованием панелей ТБНК клеток, мышиных, конечно, а в качестве дополнительного контроля были взяты интактные мыши. Для более детального исследования Б-клетки, подавляющие большинство лимфоцитов обе стимусных мышей, были дополнительно проанализированы с помощью панелей, содержащей поверхностный EGM CD23 и CD45R, он же B220. В крови без стимусных мышей опухоленосителей, вне зависимости от введения вирусов, был найден ряд иммунологических изменений по сравнению с интактными. В частности, у всех животных отмечено выраженное нарастание уровня натуральных киллеров, которые могут при сохранении своей функциональной активности частично нейтрализовать вводимые опухоленосителем вирусы, обуславливая частичное снижение их эффекта. Кроме того, у всех мышей опухоленосителей возрастает процент лимфоцитов, неидентифицируемых данной панелью. Чтобы выяснить их популяционную принадлежность, необходимо использовать вероятно более широкие панели антител. Мы сначала даже предполагали, что это моноциты, но все-таки они скорее локализовались в лимфоцитарном диете. При более выраженном эффекте, вызванном введении штамма сотого, в крови животных было обнаружено повышение уровня B-лимфоцитов, причем как CD19, так и B220 по сравнению с контролем, что предполагает вовлечение в ответ иммунной системы даже у листимусных мышей. Количество активированных B-клеток CD23 у этих животных также возрастало. Долгое время роль факторов гуморального иммунитета в патогенезе злокачественных новообразований была исследована гораздо меньше, чем клеточного и рассматривалась скорее как негативная, по-видимому, в связи с представлением об экранировании антителами опухолевых антигенов, то, как считалось, снижало эффективность противоопухолевого клеточного ответа. Впоследствии было показано, что естественный гуморальный иммунитет, обусловленный во всяком случае CD5 B-лимфоцитами B1, вносит положительный вклад в развитие противоопухолевого иммунного ответа, как показано было, например, при раке молочной железы. На понимании позитивной роли антител основано применение многих современных таргетных препаратов и ингибиторов контрольных точек. По данным литературы, у вестимусных мышей, хотя и у гнетены те субпопуляции B-клеток, которые зависят от T-лимфоцитов, такие как B2, уровень B1 лимфоцитов, присутствующих преимущественно в костном мозге и перитониальной полости, не снижен, и поэтому гуморальное звено иммунитета у них хотя бы в этой части представляется сохранным. С другой стороны, маркер B220 может характеризовать не только B-клетки. Описан альтернативный путь антогенеза T-лимфоцитов, например, их экстратимическое развитие в кишечнике. Особенностью таких T-лимфоцитов является экспрессия как раз бы клеточного маркера B220 при отсутствии костимуляторных молекул CD2, 5 и 20 в путь. Этот вариант T-клеток описан при старении, при беременности, при аутоиммунных и некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях. Хотя ни опухоли, ни вирусная инфекция среди таких состояний не упоминаются, обнаруженное нами возрастание процента B220 лимфоцитов может отражать стимуляцию не только B-клеточного звена, но, возможно, частично и экстратимически развивающихся T-лимфоцитов. Итак, нами был показан ряд эффектов на опухолевый рост инвитро и инвиво новой неклассифицированной группой ротовирусов РВК семейства Реовереда. Первая инвитро выявлена проаптогенная активность РВК обоих исследованных штаммов на культуру клеток глиомы. Вторая инвиво обнаружена способность обоих штаммов повышать выживаемость мышей опухоленосителей в сохранной иммунной системе и вызывать торможение роста опухоли и ее морфологические изменения у вестимусных мышей. И третья эффект инактивированных штаммов ротовирусов и повышение уровня Б-лимфоцитов в крови опухоленосителей при максимально выраженном противоопухолевом действии по-видимому свидетельствует о значительной роли иммунологических механизмов достижения описанного эффекта. Благодарю за внимание. Здесь представлены наши авторы, участвующие в этой работе представители двух институтов. Спасибо.